В медицинском колледже имени Башларова чествовали студентов-волонтеров. В разгаре эпидемии COVID-19, когда заболеваемость в нашей республике была на пике, рискуя собственным здоровьем, юные помощники врачей вместе с опытными медиками спасали жизни других людей. В адрес ребят прозвучали слова благодарности, им вручили грамоты и денежные премии, а некоторых взяли на работу как молодых специалистов, доказавших делом, что они профессионалы. Подробнее Хамза Нурмагомедов. Более 50 студентов медколледжа имени Башларова помогали врачам республики бороться с коронавирусом. Пример им показала директор колледжа. Фатима Сулейманова одной из первых отправила своего ребенка в красную зону, несмотря на опасность. В трудную минуту. Я считала, что если мой ребенок не пойдет, как могут другие тогда отправить своих детей? Поэтому страха никакого не было. Была радость, что ребенок может оказать какую-то помощь и спасти чью-то жизнь. Счет спасенным человеческим жизням шел на сотни. Только в третьей городской больнице Махачкалы, где работали волонтеры колледжа, всего за один месяц и четыре дня вылечили около 200 пациентов. И в самый первый день, когда наибольшее количество пациентов поступало, более 30 человек, они сразу с нами рядом оказались. И что удивило, они оказались профессионалами, действительно профессионалами своего дела. Они просто буквально на лету хватали, воспринимали то, что нужно делать и все необходимые мероприятия проводили. Поэтому хочется сказать огромное спасибо. На торжественном мероприятии волонтеров поблагодарили представителей Министерства по национальной политике. Они отметили не только высокий уровень подготовки студентов, но и прекрасную воспитательную работу. Именно это, по их словам, стало главной причиной отзывчивости ребят. Самое главное не просто получить диплом и быть хорошим врачом. Самое главное быть порядочным, добрым врачом, знающим свое дело, в трудную минуту, которая не уйдет на больничный, не напишет заявление, не уволится, скажем так, а пойдет добровольно оказывать помощь своим согражданам. Помимо слов благодарности и добрых пожеланий студентов-волонтеров ожидало еще одно поощрение и вручили грамоты и денежные премии. 14 из них уже трудоустроены в третью городскую больницу Махачкалы. Именно там они впервые почувствовали себя настоящими врачами, спасающими жизни других людей.